Кроме огромных дольменов, например, Гузерипльский или Волконский, высота которых достигает 3-5 метров, встречаются и совсем небольшие памятники, вот совсем крохотные, так называемый корытообразный дольмен, так археологи их назвали за способ строительства. В глыбе камня высекалась корыта камеры, которая затем перекрывалась плитой перекрытия. Памятники это считается более позднее, чем плиточные дольмены, поскольку построены в подражании им. Это легко заметить по некоторым деталям. В единой глыбе камня высекалась плита якобы плиточного дольмена и боковые выступы боковых плит, которые у плиточных памятников выступают вперед. Но здесь мы видим, что это не боковые плиты, а все выточено в единой глыбе камня. Как правило, входное отверстие в дольмен всегда закрывалось массивной каменной пробкой-втулкой. И вот здесь мы у этого маленького дольмена видим такую интересную деталь. Выпуклость, имитирующая выпуклость каменной пробки, якобы закрывающая отверстие. Хотя на самом деле отверстия здесь входного не было. Оно было либо в задней, либо в боковой стене памятника. Почему так? Некоторые археологи выдвигали гипотезу, что таким образом хотели скрыть реальный вход дольмен от грабителей. Но на самом деле это не так. Дело в том, что вход в дольмен – это вход в иной мир, по взглядам древних. Мир богов и великих предков. Но также в мир смерти, в загробный мир. И хотя великих предков и почитали как покровителей, но и опасались как представителей иного мира. И когда к дольмену приходили поклоняться, то, конечно, все-таки это порох между нашими мирами. И существовала такая угроза, что душа человека раньше времени может отправиться в этот иной мир. Вот чтобы провести надежную защиту между мирами, и делали глухую переднюю стену, заткнутой якобы пробкой. И настоящий вход был доступен лишь тем, кого хоронили в дольменах, либо тем, кому по роду профессии необходимо путешествовать в иной мир. То есть жрецам, вождям, шаманам. Вот такая деталь, которую археологи назвали ложнопортальные дольмены, либо дольмены с ложным входом, присущая далеко не по всему ареалу, распространена не по всему ареалу дольменных памятников Западного Кавказа. От реки Шахе и до Туапсе. В основном вот такова область распространения этого интересного культа, который возник здесь, в самом центре дольменной культуры Западного Кавказа. Даже по району Туапсинско-Сочинский или Туапсинско-Лазаревский район является центральной частью дольменной культуры. Здесь же находится все разнообразие, все виды дольменных памятников, в том числе и вот эти дольмены с ложным входом. Есть у нас и недостроенные памятники, что говорит о том, что строительство дольменов здесь, именно в этом районе, продолжалось дольше всего. Именно здесь, в Туапсинско-Лазаревском районе, были обнаружены и самые древние дольмены. Это дольмен Пси-Б и дольмен Шипси, возраст которого достигает 3300 год до нашей эры. То есть более 5000 лет назад на Кавказе появились первые дольмены. Редактор субтитров А.Семкин